друзья всех приветствую с вами интернет-магазин antelive.com.ua меня зовут александр будем сегодня рассматривать вот такой вот смартфон от компании lenovo называется эта модель lenovo a680 смартфон бюджетный аналог lenovo a766 цена в украине приблизительно 120 долларов 5 дюймовый четырех ядерный со своими плюсами и минусами конечно же давайте посмотрим коробку вот в такой вот коробке поставляется эта модель lenovo a680 видите наименование процессора процессор хороший для бюджетников в комплекте собственно такой ничего интересного у меня в коробке не осталось вот не в коробке есть зарядка usb кабель и переходничок больше в комплекте ничего нет пленка заводская у нас установлена на экране значит смартфон большой 5 дюймовый бюджетник недорогой спереди у нас закаленное стекло это у меня пленочка пленочка немножко такая изношенная по-разному приходят с завода сверху логотип динамик фронтальной камеры нет здесь никакой три сенсорных кнопки меню домой назад кнопки не светятся то есть нет подсветки с этой грани смартфон имеет качельку громкости сверху разъем под наушники удобный выход и разъем под зарядку micro usb 2.0 кнопка включения выключения снизу микрофон и защелка для крышки крышка у нас такого формата пластика отпечатки пальцев на не остаются есть камера 5 мегапиксельная логотип линова и динамик основной под крышкой у нас все более стандартно два больших полноразмерных слота под симки к слот под карту памяти и аккумулятор аккумулятор здесь на честных 2000 миллиампер часов по корпусу нареканий у меня никаких нет все собрано классно немножко он толстоват но в принципе для бюджетника за 1400 гривен вполне сойдет давайте сразу же начну я свой обзор с технических характеристик через программку antutu давайте смотреть что этот смартфон может набирает он порядка 17000 баллов но это и неудивительно ведь здесь mtk 6582 422 android модель lenovo a680 графический ускоритель мали 400 mtk 6582 процессор разрешение экрана вы видите не слишком большое здесь всего лишь 854 на 480 здесь 5 мегапиксельная камера без вспышки здесь 4 гига в своей памяти примерно 2 из них доступно для пользования всего лишь 512 мегабайт оперативки и у меня стоит карточка накопительная на 16 процессор хороший mtk 6582 4 ядра тактовая частота 1.3 гигагерца сразу хочу сказать что это однозначно достоинство этого смартфона потому что если сравнивать его с леново а 700 а 766 у него mtk 6589 у которого графический ускоритель значительно слабее чем в этом смартфоне здесь мали 400 mp здесь есть мульти тач есть камера на 5 мегапикселей фронтальной камеры нет по датчикам расскажу немножко позже мульти тач здесь двухточечный продемонстрирую я это вам в программке antutu тестер третьего касания нет и так по поводу датчиков рассмотрим их в программке z device test по датчикам здесь очень интересная ситуация также хотел бы сказать такое мнение я когда готовился к этому обзору я смотрел различные формы различные видео обзоры конкурентов и просто людей которые допустим получили и делают распаковки и обзор на эту модель никто почему-то не говорит о главных особенностях в плане минусов это это вот смартфона это тач приближения и акселерометр я если честно не знаю просто как можно об этом не говорить просто как потом с клиентом разговаривать когда клиент получит телефон и скажет а что ж почему вы не сказали я не знаю что в таких случаях говорить поэтому о таком нужно рассказывать обязательно ну без вариантов и так в смартфоне есть основная камера gps wi-fi bluetooth есть android все это понятно никаких гравитационных датчиков нет теперь по поводу двух таких особенностей смартфона во первых датчик приближения здесь вот смотрите как такового и по спецификации смартфона и вообще то есть он не реагирует на закрытие вот этой вот части хотя вот по каким-то особым принципам он немножко срабатывает хочу заметить что во время разговора по телефону он срабатывает отлично и экран тушится то есть когда вы прикладываете его к уху то экран тушится и он срабатывает но по спецификации его здесь нет но как я вижу он скорее всего здесь где то есть но я не могу если честно разобраться где ну в общем как бы с этим это такой не могу сказать что недостаток он работает все заявленное работает но почему то вот такая вот странность происходит и теперь по поводу датчика акселерометр акселерометр здесь есть он на этой на нашей прошивке работает уже более менее корректно когда мы получили эти телефоны они были на русском языке то есть по сути можно было их и не прошивать но когда я начал тестировать я столкнулся с проблемами что смартфон просто-напросто ну вот не переворачивает изображение например вот я вам сейчас демонстрирую как можно писать sms вот сейчас он переворачивает то есть без потряхивание без каких-либо проблем то есть все работает но с той прошивкой с которой он был изначально акселерометр как будто ну есть но он очень плохо работал или как как брак складывалось впечатление я так понимаю что я не если честно не знаю как это называется может быть кто-то подскажет мне в комментариях у этого смартфона этот акселерометр он не полноценный то есть даже вот смотрите вот в этой программе он никак не реагирует на изменение положения я сейчас продемонстрирую вам то же самое через свой же ю g2 у которого ну стандартный нормальный акселерометр полноценный вот как он реагирует первых во первых есть вот такая вот штука когда я им вожу она меняется и плюс вот эти вот все диаграммки они меняют свое положение они меняются туда-сюда ходят на этом смартфоне такого нет как бы я его не водил никуда не менял здесь такого нет в общем этом этот смартфон не подойдет для людей которые допустим хотят поиграть в игры в гоночки однако с любым другим переворотом изображения на нашей прошивке он принципе справляется и без проблем комфортно это все отрабатывает по поводу прошивку прошивки мы поставили сейчас покажу вам какую версию информация о телефоне прошивка здесь версии с 316 вот именно на этой прошивке он во первых нормально прошивается потому что более позднее 322 например мы прошивали и она смартфон даже не загружался вот на этой прошивке датчик акселерометр работает еще более-менее так прошивка на русском языке все основные настройки все меню все на русском с этим никаких проблем нет и рассказывать об этом долго нечего теперь по поводу экрана здесь аналогичный экран как у lenovo a766 он не IPS то есть углы обзора в принципе по вот таким вот сторонам они более-менее нормально но конечно же эта модель вот увидите что изображение уходит немножко в негатив теряет цветность конечно же это бюджетная матрица и многого требовать от нее ну просто-напросто нельзя яркости в принципе хватает для нормального пользования и даже на улице будет все нормально видно теперь что касается производительности смартфон оборудован четырехъядерным процессором mtk 6582 но опять же минус ну это и минус опять же того же a766 это маль маленькое количество оперативной памяти 512 мегабайт однако для основных целей для воспроизведения видео для воспроизведения видео формате 720p для воспроизведения видео в формате full hd этого вполне хватает процессор мощный и эти все фильмы будут запускаться для запуска например youtube видео это тоже все без проблем абсолютно смартфон тянет на ура то есть это абсолютно не проблема далее что касается игр что касается воспроизведения мощных приложений ну игры запускаются тоже все запускается для trigger 2 запускается асфальт 8 запускается nfs most wanted но я вам сейчас продемонстрирую как он запускается в них играть в гонки нормально через акселерометр не получится потому что он работает в крайних положениях то есть если я держу смартфон вот так вот он машины допустим не поворачивать только чтобы она повернула допустим на право мне нужно его повернуть в крайнее положение допустим вот так вот взять смартфон чтобы повернула влево мне нужно взять вот так вот смартфон но это абсолютно не для игр для гонок этот смартфон не подойдет изображение переворачивает мы этого добились то есть это хоть уже в этом плюс смотрим как играет most wanted а играет он вот таким вот образом то есть сейчас на поворачивает налево вот только так поворачивает на правой в общем что играть абсолютно невозможно и это однозначно минус зато любые другие игры с асфальтом 8 кстати такая же ситуация как с нфс most wanted сейчас продемонстрирую вам the trigger 2 чтобы вы убедились что мощности у него хватает плане производительности смартфон довольно таки мощный не будете вы испытывать никаких проблем с запуском мощных игр но только стоит учитывать фактор скажем так акселерометра в этом смартфоне звучание в этом смартфоне мне понравилось мне понравился внешний динамик мне понравилось как звучит музыка в наушниках с басами довольно таки чисто все довольно таки громко и никаких нареканий мне не возникает то есть меня слышит хорошо и я тоже слышу очень очень достойно то есть микрофон и динамик разговорные очень хорошие ну и плюс датчик тоже отрабатывает нормально в этом плане аккумулятор здесь 2000 миллиампер часов делал я тесты все как всегда у меня тесты мне в принципе аккумулятора понравились нормально работает он 528 баллов в антуту и также я тестировал его при воспроизведении видео видео у меня воспроизводилась формате 720p максимальная яркость со звуком 4 часа 8 минут со 100 до 15 процентов это в принципе хороший результат аккумулятор у lenovo всегда славил славились аккумуляторами всегда это было такое сильное место у производителя всегда аккумуляторы с честной емкостью поэтому нареканий лично помню у меня по аккумулятором никогда в lenovo не было камера здесь уровня lenovo a766 во многом эти смартфоны очень похожи камера здесь 5 мегапиксельная но я называю такие камеры камерами для галочки так как в автофокуса в них нет то есть для чего подойдет такая камера для макросъемки такая камера не подойдет просто сплошное мыло такая камера просто подойдет для каких-то непрофессиональных абсолютно фотографий там пейзажей каких-то людей может быть каких-то вывесок с большими буквами там и тому подобное то есть камера для галочки так вот сфотографировать там кого-то что-то как-то ну даже я не вижу смысла делать фотографии не вижу смысла записывать вам видео потому что абсолютно это не то качество на которое хочется смотреть поэтому камеру я называю просто для галочки теперь что касается выводов про этот смартфон смартфон lenovo a680 это бюджетник это большая в принципе модель 5 дюймов основные минусы этого смартфона это во-первых плохая камера камера здесь на 5 мегапикселей она без автофокуса вспышки тоже нет фронтальной камеры тоже нет у всех бюджетников серии а как по мне вроде бы фронтальных камер нет вообще также минусом считаю в этом смартфоне это такую посредственную работу акселерометра нам после перепрошивки немного удалось составить этот акселерометр отрабатывать хотя бы на переворот то есть изображение более менее переворачивается и в браузере и в ютубе то есть нормально работает акселерометр но допустим в игры в гонки вы не поиграете не покупаете этот смартфон если хотите или или планируете играть в гонки ну конечно если вы будете согласны вот на экране как бы управлять кнопочками но это я считаю что абсолютно не дело для гонок также 512 мегабайт но опять же леново я его сравниваю с этим смартфоном с леново а 766 немножко они отличаются по дизайну начинка аналогичная этот смартфон выигрывает у леново а 766 тем что процессор другой он мощнее и графический ускоритель тоже лучше однако у леново 766 таких проблем с акселерометром я не помню не было там таких проблем поэтому это вот такой смартфон от компании леново возможно с появлением новых прошивок работа акселерометра будет доведена до идеала если честно сомневаюсь в этом поэтому вот вот это наверное максимальная его работоспособность этого этого датчика переворота принципе смартфон нормальный недорогой это самые бюджетники от компании lenovo с нормальным мощным процессором поэтому я не могу сказать что супер-пупер удачная модель но модель имеет тоже место быть и в том числе в том числе в нашем ассортименте на этом все спасибо за внимание как всегда с вами был александр всегда самые честные обзоры всегда говорю о всех негативных сторонах которые мне удалось увидеть они только вау вау какой классный смартфон пардон совсем забыл сказать gps в этом смартфоне ловит отлично я также делал скрины сейчас быстренько уже в концовке неформатно абсолютно покажу вам ловит буквально мгновенно моментально вот тесты у меня gps а словил он меня за 7 секунд был первый стар но это был на горячую с его картами и по карты тоже работают адекватно то есть по gps у абсолютно никаких проблем и нареканий у меня нет всем спасибо за внимание ждем новых обзоров всего доброго